С наступлением темноты город оживает и загорается яркими красками. В тёплую погоду так и манит выйти на улицу, особенно молодёжь. В этом возрасте после заката и гулять как-то интереснее, чем днём. Но по статистике именно в это время и происходит больше всего преступлений. Запрещается нахождение несовершеннолетних возрастей до 16 лет. В период с 1 октября по 31 марта с 22 до 6 утра. И также с 1 апреля до 30 сентября в период с 23 до 6 утра. Контроль за соблюдением закона осуществляют сотрудники полиции. В запрещенные часы проводятся рейды по улицам города. В случае выявления нарушителей устанавливается их личность и адрес проживания. Затем выходят на связь с родителями для составления протокола. Если же несовершеннолетний в возрасте до 16 лет выявляется сотрудниками полиции на улице в ночное время, предусматривается ответственность на родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по части 1 статьи 5.35 за нарушение законных прав и интересов несовершеннолетнего ребёнка. В отношении родителей составляется административный протокол, который рассматривается на комиссии по делам несовершеннолетних. Если родителей не найдут, то ребёнка отправят в спецучреждение для выяснения обстоятельств. Такие меры приняты в первую очередь, чтобы обезопасить самих детей. Родителям настоятельно рекомендуется следить за временем пребывания своего чада на улице. Но не все взрослые согласны с требованиями. Правильно, что сделали комендантский час? Правильно. Я считаю, правильно. Потому что старшеклассники себя распоясывались, ведут себя как-то посвободнее. Ну, нужно маленько их прижимать. А вот это глупость. Потому что никто его не соблюдал и соблюдали, потому что мы живём в России. Я считаю, что правильно. Ну, потому что не все дети у нас имеют какие-то рамки, будем так говорить. Если же после указанного времени хочется на улицу, то сделать это можно. Но только вместе с родителями или с законными представителями. Старшие братья или сёстры, пусть даже совершеннолетние, не подойдут.